Привет, трейдеры! Добро пожаловать в нашу академию. И с вами, как всегда, я Эрик Муниус. Сегодня я отвечу на вопрос одного русского друга здесь на канале, который спрашивает, как узнать, какие стоки, какие акционные рынки или ETF, или какие инструменты в целом выплачивают дивиденды внутри итора. Прежде всего, надо сказать, что на итора еще не существует способа поиска конкретных инструментов с дивидендами. Еще нет такой возможности. Обидно на данный момент. Было бы очень здорово, если бы они добавили хотя бы один скринер. Так бы через этот поисковик мы бы могли легче находить дивиденды. Я надеюсь, итора слушает меня сегодня и, может быть, они что-то предпримут на этот счет. Это было бы очень в помощь. Но пока что мы можем узнать, какие инструменты дают нам дивиденды другим путем. Я вам сейчас об этом расскажу. С акционными рынками со стоками это очень просто. Для этого мы заходим, к примеру, в Apple. Например, мы хотим узнать, или Apple дает нам дивиденды. Для этого нажимаем на статистику и в одной из этих строчек находим дивиденд и в скобках yield. Это означает дивиденды, которые имеют запрашиваемый сток. И в нашем случае Apple имеет 0,61 процента дивиденд yield. И если это перевести в доллары, то это 0,88 центов за каждую акцию, которой мы владеем. Это дивиденды за год. Это дивиденды, которые они выплачивают в год за каждую акцию. Имейте это в виду. Если мы хотим найти дивиденды на другом инструменте, допустим Microsoft, идем опять в статистику и дивиденд yield составляет 0,96 процентов дивидендов. И это будет 2 доллара 14 центов дивидендов в год за каждый сток, которым вы владеете. Но теперь, если сток совсем не имеет никаких дивидендов, как, скажем, Google, Google не выплачивает дивиденды. Это мы знаем точно. Опять заходим в статистику и он нам показывает, что дивиденд yield равен нулю. Итак, вы можете узнать, что инструмент не выплачивает дивиденды. Но теперь у нас одна проблема. Если мы хотим узнать, в какие дни они выплачивают дивиденды, или сколько они будут выплачивать, если это ежемесячно, или ежеквартально, или каждые шесть месяцев, или один раз в год, и мы хотим узнать, в какой день они будут нам платить эти дивиденды, и в какой день мы должны приобрести сток, чтобы получать дивиденды, чтобы иметь право получать дивиденды самостоятельно, чтобы быть уверенными, что мы получим эти дивиденды. Для этого мы будем использовать другую программу. Но перед этим я вам хочу кое-что показать. Если мы зайдем на биржевый фонд ETF, как, к примеру, VOO, который полностью копирует движение стока SPX500, и если мы зайдем в статистику, здесь не будет показано никакой информации о дивидендах. Но этот ETF, даже если сейчас он CFD на ETHORO, выплачивает дивиденды каждый раз. И ETHORO нам этого не показывает. Я уже связался с менеджером Мэйбл счета на ETHORO, и он заверил меня на 100%, что они выплачивают дивиденды. Каждый фонд ETF, где написано, что он выплачивает дивиденды на других платформах, это значит, что они выплачивают дивиденды также и внутри ETHORO. Это чтобы вы знали, я однажды получал, но сейчас я уже не владею ни одним из них на долгую дистанцию, поэтому я не знаю, или все еще продолжает быть так, но они говорят мне, что точно это так. Поэтому я буду доверять ихнему слову, и мы ничего не потеряем, если мы купим один из них и подождем, пока эти дивиденды насчитаются нам. Теперь, чтобы узнать, какой из биржевых фондов ETF выплачивает нам дивиденды и в каком количестве, мы будем использовать другую программу. Не все ETF фонды выплачивают дивиденды, но большинство выплачивают. Программа, которую мы будем использовать, это Seeking Alpha. Вы на самом деле можете использовать и investing.com, и Wallmine, и Wall Street. Существует очень-очень много платформ, которые мы можем использовать, чтобы узнать дивиденды. Yahoo Finance, правда, очень много. Но сейчас мы используем Seeking Alpha, потому что дает нам бесплатно, просто и легко, много информации, которая нам нужна. Допустим, мы ищем ETF VOO. С правой стороны, тут будет показываться много информации. Одна из них, это Yield. Это как раз и есть дивиденд Yield. Он составляет 1,57%. Это значит, что каждый год этот ETF выплачивает нам 1,57% от стоимости стока, что в этом случае значит 5 долларов 30 центов ежегодно. Теперь, если мы хотим изучить более детально и узнать, в какую дату, когда конкретно будут выплачиваться дивиденды, мы просто находим эту линейку и находим дивиденды. И нам откроется больше информации. Опять дивиденд Yield, ежегодные выплаты, payout rate, соотношение выплат, пятилетний темп роста и сколько лет растут дивиденды. Здесь будет показываться последние объявленные дивиденды и будет указываться количество, которое будет выплачено. Declar date – это дата, когда будет объявлено, когда будут следующие дивиденды. Ex-dividend date – это дата, в которую нам нужно хотя бы иметь купленным, по крайней мере приобрести, сток или ETF в нашем случае, до того, как получить наши выплаты. И record date – это значит, что мы должны его приобрести с 22 до 23 числа. Так что 24 числа мы можем продать сток и все еще мы получим свои дивиденды. И дата выплаты, payout date, будет 28 декабря в этом случае. 18 декабря было объявление о дивидендах, ex-dividend date было 22 декабря, record date было 23 декабря и payout date было 28 декабря. И здесь указано, что данный ETF выплачивает дивиденды ежеквартально. Так вы будете знать, что каждые три месяца вы будете получать дивиденды от этого ETF. Теперь, если вы хотите узнать про дивиденды для акционных рынков, для стоков, просто вписывайте название стока, в котором вы заинтересованы. Возьмем, как обычно, Apple. И тут в дивидендах вы можете видеть все то же самое, что я вам объяснял перед этим. В какой день они будут объявлять, что будут начислены дивиденды, количество дивидендов, ex-dividend date. Вам нужно приобрести этот сток до этой указанной даты. Хотя бы. И удерживать его, пока не пройдет дата выпуска, record date. Она была у нас 9 ноября. Поэтому, если мы будем удерживать до 10 ноября, то мы получим выплаты в день 12 ноября. Получим наши дивиденды. И также данный сток выплачивает дивиденды ежеквартально. На самом деле, у вас тут есть очень много информации. Вы можете зайти в dividend yield. У вас просто гора информации про дивиденды компании, которую вы изучаете. Итак, самый лучший способ узнать про дивиденды компании на eToro – это изучать компанию за компанией. Для этого вы можете использовать также и другие платформы, как Wallmine, например. Используйте поисковик для того, чтобы отфильтровать только те компании, которые выплачивают дивиденды, или ETF-фонды, которые выплачивают дивиденды, и затем ищите, или они существуют на платформе eToro. Если они там, прекрасно, вы можете их купить и начать взращивать свои дивиденды. Я надеюсь, я ответил на вопрос нашего друга из России. И если у вас есть еще какие-то вопросы, все, кто смотрит это видео, пожалуйста, задайте их в комментариях, я буду очень рад ответить. И единственное, что я вас прошу, это если вам понравилось это видео, пожалуйста, нажмите мне лайк и подписывайтесь на канал. Это наилучший способ, как вы можете поддержать наше сообщество. И оставайтесь с нами, потому что очень скоро будет много сюрпризов, будет много хороших новостей, и я буду более доступен для вас, потому что я заканчиваю свою работу, и я в данный момент без работы, и я собираюсь сделать YouTube и Trading Floor моей основной работой. Поэтому я буду больше времени здесь со всеми вами, будет правда очень-очень интересно, но это будет в следующих видео. Спасибо вам еще раз, и увидимся. Чао, ребята. Продолжение следует...